Доброе утро еще раз. Давайте перейдем непосредственно к лекции. Сегодня мы будем с вами говорить о распределении задач и командной работе. Но чтобы об этом говорить, надо сначала определиться, кто в команде вообще существует. В IT-команде, когда вы разрабатываете какое-то программное обеспечение. Мы не говорим о том случае, когда вы все делаете сами. Понятное дело, что если, допустим, это какой-то ваш личный проект, дипломный проект или пэт-проект, который вы сам для удовольствия делаете, то там никакого деления не будет. Но даже если вы начинаете делать стартап, то уже там стоит сделать, чтобы была хоть небольшая, но команда разработки. Но прежде чем мы перейдем к типам программистов, разработчиков самого программного обеспечения в команде, надо поговорить о том, что кроме непосредственно программистов, разработчиков, в команде работают чаще всего еще и другие специалисты. Так, вы вообще слышали о том, какие люди работают в IT-компаниях на IT-проектах? Ну, кроме непосредственно программистов, кто еще в таких компаниях работает? Какие есть версии? Ну, например, директор, как минимум, должен быть, правильно? Который будет всей этой компанией управлять. Еще кто может работать? Если неудобно говорить, то пишите в чат. У меня чат тоже открыт, соответственно, я вижу, если вы там что-то пишете. Смотрите, есть разработчик, он делает программное обеспечение, да? Ему кто-то еще в компании нужен, кроме него самого и его коллег, да, и таких же программистов. Ребята. Ребята, нужен ли кто-то еще? Для программистов в компании или только программисты им нужны, чтобы нормальная компания существовала? Я понимаю, что лекция, но как бы у нас занятие идет с вами вместе, а не просто я в экран начитываю. Согласны? И мы как бы не так, что вы смотрите видео, чтобы потом его пересказывать. Мы вместе давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто кроме программистов должен быть в компании? Есть какие-то версии? Да, конечно, кроме программистов нужны еще, как сказать, нужны же еще люди, как сказать, бухгалтеры, секретарши, еще это. Хорошо, бухгалтер, который деньги будет считать, согласна, секретарь, а зачем секретарь? Ну ладно, чтобы эти входные звонки принимать. А непосредственно те, кто будет работать, то есть бухгалтер считает деньги, которые приносит программист. Согласна. Секретарь, ладно, она там отвечает на звонки. А вот в работе над проектом кто участвует? Потому что бухгалтер не участвует в работе над проектом, согласны? Дизайнер? Дизайнер, да. Это кто предложил? Турихан, да? В некоторых случаях, да, это может быть дизайнер. Кстати, в лекциях этого нету, но дизайнер тоже часто становится членом IT-команды, которая работает над IT-проектом. Особенно, если там присутствует какая-то интерфейсная часть, и если эта программа, особенно если эта программа делается для пользователей, как это называется, не корпоративных, а для общего пользования, для социума. Еще кто, может быть? Это определенная компания или этот… Нет, вообще. Любая компания. Каких людей, кроме программистов, вы знаете, которые работают в IT-компании? IT-компании? Да. Ну, то есть в компании, которая разрабатывает программное обеспечение. Вы, как будущие айтишники, примерно же представляете, где вы потом будете работать? Наверное, там в основном эта работа программистов. Ну, ладно, давайте тогда перейдем к лекции. Немножко подумали, голову включили, проанализировали, вот версию хорошую озвучили, да, которой как раз-таки в лекциях нету, и я в любом случае собиралась озвучивать. Вот, смотрите. В первую очередь у нас есть разработчики, да? То есть это непосредственно те программисты или девелоперы, по-разному можно называть, в зависимости от того, чем конкретно они занимаются. Там может быть и какой-то, допустим, какой-то системный администратор, который будет помогать выбирать аппаратную часть, да, инженер какой-то, инженер-системщик, который будет помогать телекоммуникационные сети налаживать и так далее. В зависимости от того, какие задачи стоят перед командой IT-проекта. Так? Может быть там робототехник вообще будет, или электрончик какой-то. Но это разработчики, это те, которые непосредственно задачу делают. Но кроме них, в компаниях часто присутствуют аналитики. Чем занимаются аналитики, как вы думаете? Анализируют других компаний и, соответственно, по каким жанрам сейчас популярные жанры среднестатистического человека. Ну, неплохо, да. Смотрите, аналитики, они смотрят, что нужно сделать. То есть разработчики, они делают. Но чаще всего, как мы уже говорили, программист, разработчик, он не до конца представляет, что конечному пользователю нужно сделать. И вот вы смотрите, мы когда на второй, если я не ошибаюсь, лекции, обсуждали анализ требований, там было много того, что для вас было так не сильно знакомо, что надо со стейкхолдерами пообщаться, выяснить, что же им надо и так далее. Это, в общем-то, не очень похоже на то, чем занимаются обычно программисты. Считается, что программисты, они только код пишут. Но эту работу тоже кто-то должен делать, просто чтобы понять, что же программисту надо сделать. Дело в том, что чаще всего программу делают для двух типов. Для корпоративного клиента, для компаний и для конечного пользователя. И там, и там нужен человек, который четко сможет проанализировать, собрать информацию, проанализировать и сформулировать, что же надо сделать. Если мы говорим про конечного пользователя, то это скорее ближе к, допустим, к психологам или к маркетологам, которые понимают, что же люди, в общем-то, в обществе хотят получить, какой продукт, какой проект, какую программу. Если мы говорим про корпоративного клиента, то там чаще всего нужен какой-то специалист, консультант по бизнесу, который может посмотреть, что в бизнесе делается и понять, какая же программа им нужна. Почему? Потому что, когда мы делаем какую-то программу для бизнеса, то чаще всего там вообще идет оптимизация, перестройка каких-то процессов внутри бизнеса. То есть там, может быть, какие-то обязанности у людей поменяются или структура взаимодействия поменяется в компании. То есть, может быть, даже какие-то места, какие-то позиции придется упразднить совсем, потому что они не нужны будут. То есть, допустим, если мы сделаем… У нас была компания, и мы туда внедрили нормальную полноценную ERP-систему с базой данных. Что такое ERP-система, знаете? ERP. Три буквы. Знакомые понятия или нет? Enterprise. Забыл, но Enterprise начинается. Relationship. Программ или продукт. Короче говоря, это автоматизация внутри компании. И вот, предположим, если у нас в компании раньше ERP-системы не было, а потом мы внедрили, то, скорее всего, кто-то эту информацию вводил, какие-то сотрудники вживую, ручками. А учитывая, что мы ERP ввели, внедрим, у нас эти сотрудники, их придется уволить, потому что для них работы уже не будет. То есть, когда мы какую-то программу для компании пишем, то все равно идет пристройка, притирка как программы самой, так и компании к этой программе. То есть, это обычно обоюдная система. Но вы, как программисты, вы можете сказать компании, что им надо поменять свои какие-то процессы на другие? Вы сможете это сделать? Посмотреть, как компания работает и сказать, а у вас вот здесь вот не оптимально, надо сократить путь документа какого-то, а здесь нет. Сможете? Нет. Ну, в принципе, конечно, можно, но у вас, как у программистов, скорее всего, не хватит знаний и понимания. Согласны? Поэтому вам нужны будут коллеги, партнеры, которые в бизнесе понимают, которые могут его проанализировать и понять, во-первых, что же ему нужно бизнесу, какую программу, а во-вторых, чтобы и бизнесу сказать, что ему надо что-то подкорректировать. Понятно? Здравствуйте, Куаныш. Этим и занимаются аналитики. То есть аналитики, они как раз-таки смотрят, что нужно бизнесу или что нужно конечному пользователю, если у нас просто пользовательское приложение типа социальных сетей. И, грубо говоря, формулируют задачу для разработчиков, для программистов. Да? Ну и, соответственно, вот здесь вот типичные задачи, видите, прописаны. То есть находим узкие места, общаемся с представителями бизнеса, дальше вот эти узкие места с тем, что бизнес хочет, сравниваем. Ну и после этого обязательно еще продолжение общения. Вот. Есть еще отдельные консультанты. Иногда консультанты, аналитики – это одни и те же люди, иногда разные. Вот. И они просто отличаются тем, что консультант, он ближе к бизнесу, а аналитик, он ближе к программисту. То есть и аналитик, и консультант, их можно, грубо говоря, назвать переводчиками. С бизнес-языка на язык программирования. Но если аналитики, они все же ближе к программированию, потому что они понимают, они могут понять код, они могут понять, на какую часть что бэкэнд, что фронтэнд, на какие части, на какие модули им делить, могут спроектировать, смоделировать. Программное обеспечение. Вот как мы говорили на прошлой лекции, составить вот такую схемку, модель. То консультанты, они ближе к бизнесу, да? То есть они больше занимаются тем, что анализируют бизнес, анализируют, что бизнесу надо, анализируют, где бизнес можно улучшить и так далее. Понятно? Вот. Часто люди, которые консультанты, они одновременно работают и в отделе продаж. То есть они как раз чаще всего и находят клиентов. Обычно, когда мы говорим про IT-компанию, например, я работала в RBC Group, в компании-интеграторе, чаще всего отдел продаж – это как раз-таки консультанты, которые общаются с клиентом, находят проблему у клиентов и предлагают им программное решение. Потом есть бизнес-аналитики, которые потом уже приходят к этой фирме, подробно рассматривают, что там в бизнес-процессе происходит, делают модели, и потом ставят задачу уже для третьей команды, команды программистов. Понятно? Но на самом деле в редких случаях это может сделать один человек. То есть бывают такие универсальные специалисты, которые могут и в бизнесе разобраться, и еще и программу написать. Но таких специалистов очень мало, и они прямо на вес золота. Поэтому если вы захотите стать таким специалистом, то вам, конечно, стоит еще в сфере менеджмента позаниматься, если вы хотите корпоративные какие-то вещи делать, либо в сфере маркетинга позаниматься, чтобы потом какие-то пользовательские вещи делать. Если вам интересна та или иная сфера, то я могу подсказать, с каких книг можно начать. Потому что эти вещи, в принципе, если захотите заморочиться, можно изучать самому. Дальше. У нас, получается, есть уже три команды. Разработчики, аналитики, консультанты. Те, кто взаимодействует с клиентами, те, кто переводит с бизнес-языка на язык программирования, и те, кто непосредственно программирует. Потом обязательно важный очень человек – это менеджер проекта. Project manager. То есть этот человек, который вот этим всем оркестром руководит. И среди студентов я не раз слышала мнение, особенно среди студентов младших курсов, что хочу быть руководителем, не знаю чего, не знаю как, хочу быть руководителем. И я понимаю, что когда люди так говорят, они представляют себе, что ты сидишь такой руководитель в кресле, в большом кабинете, ноги на стол положил, и все тебя слушаются. Но дело в том, что по-настоящему работающий руководитель – это не тот человек, который сидит на кресле, ничего не делает, и все вокруг него бегают и что-то делают. Это на самом деле человек, который работает больше всего. Почему? Потому что он должен скоординировать всех работников, дать им задание, проверить все эти задания, скорректировать то, что получил. И если кто-то из команды подводит, то либо найти ему замену, либо самому встать на это место и этот пробел, эту дырку закрыть. То есть нормальный, хороший руководитель, он работает, грубо говоря, на самом деле за всех. И хороший менеджер проекта, в общем-то, тоже. Понятное дело, что менеджер проекта чаще всего это не программисты, соответственно, они кодить за программиста не могут. Но они должны правильно поставить задачу, распределить задачи, правильно ее поставить, донести мысль до программиста, проверить работу, взаимодействовать с клиентами. Поэтому там на самом деле работы во! Огромное количество. Она, конечно, интересная и разнообразная, но ее очень много. Я как человек, который менеджером проекта поработал, и как человек, который небольшими командами руководил, могу сказать, это очень много работы. Потому что каждое… Вот вы дали задание, человек его сделал, и вам каждое это задание надо проверить. Потому что если вы просто даете задание и оставляете без проверки, то это бесполезно. Во-первых, потому что люди, когда знают, что проверять не будут, будут делать всякую фигню. Во-вторых, потому что если вы не проверите, то вы не убедитесь, что вот этот кусочек пазла, который вы… Вот этот модуль, вот этот кусочек, который вы человеку дали сделать, что он сделан достаточно хорошо, чтобы встать в единую картину. И, соответственно, вам иногда даже больше времени надо тратить на то, чтобы что-то проверить, чем то время, которое разработчик потратил, чтобы это сделать. То есть, по сути, менеджер проект – это тот, кто занимается планированием и распределением задач, контролем задач и так далее. Понятно? Дальше в любой более-менее нормальной IT-команде есть обязательно тестировщик, то есть человек или команда, которые проверяют, правильно ли все работает. тестировщики – это люди, которые очень страдательные. Почему? Потому что они должны все проверить, все ошибки найти, их описать и дать программистам. А программисты чаще всего говорят, это не баг, это фича. Я это исправлять не буду, потому что у меня работает. И тестировщику важно донести, что если программа работает на компьютере программиста, это не значит, что она работает на другом компьютере. А если она на другом компьютере не работает, значит, у пользователя она может не работать. И, соответственно, работа программиста может быть просто не оплачена. Поэтому, дорогой мой программист, говорит тестировщик, надо тебе все равно эту, как ты говоришь, фичу, а на самом деле баг устранять. Но кроме того, что они проверяют вообще работоспособность программы, чтобы все работало как надо, они еще проверяют и различные технические моменты, то есть скорость работы и надежность, отказоустойчивость. То есть, во-первых, они должны посмотреть на всех заявленных устройствах, будет ли эта программа работать. То есть, грубо говоря, если вы делаете программу под Windows и под Mac и под Linux, то тестировщику как минимум нужно на всех этих трех платформах проверить. Понятно? И надо посмотреть, что вот по заявленным техническим характеристикам аппаратной части на всех ли компьютерах эта программа заведется и начнет работать. Потом надо проверить, если там есть связь с сервером, то если много-много пользователей подключится, то потянет ли эта связь, потянет ли этот сервер. То есть, там на самом деле тестирование заключается не только в том, чтобы проверить, работает программа или нет. Там очень много нюансов, которые тоже это целая отдельная специальность и есть целые книги, посвященные чисто тестированию. И в IT-компаниях, более-менее солидных, побольше, там обязательно есть чуть ли не целый отдел чисто тестировщиков, которые умеют именно тестировать программы. И вполне возможно, что кто-то из вас в итоге станет не программистом, а тестировщиком, потому что там тоже надо писать код, то есть тесты, чтобы не ручками проверять, например, многопоточность, а чтобы был скрипт, который эту многопоточность симулирует. Да, понятно? По вот этим членам команды что-то еще есть? Какие-то вопросы? А, да, и обязательно надо добавить, что если у вас идет какой-то интерфейс, особенно нестандартный такой, как в бизнесе, просто с пустыми, просто с текстом и ячейками для ввода, а что-то более нестандартное, то у вас в команде, скорее всего, будет еще и дизайнер. То есть разработчик, аналитик, консультант, иногда консультант, аналитик – это один и тот же человек, менеджер проекта, обязательно руководитель, тестировщик и чаще всего еще и дизайнер. Причем со всеми членами команды нужно нормально коммуницировать, потому что, в общем-то, как вы видите, они все специалисты в своей отрасли. То есть программисты, они умеют хорошо кодить, аналитики хорошо умеют моделировать бизнес-процессы, консультанты умеют хорошо общаться с бизнесом и находить их проблемы, менеджер проекта хорошо умеет планировать и распределять задачи, тестировщик умеет хорошо проверять работу, дизайнер умеет хорошо рисовать. Но все они специалисты в своем. И, соответственно, бывают иногда сложности, когда эти специалисты друг с другом коммуницируют. Почему? Потому что иногда бывает, они говорят на разных языках. Я вам отправляла видео про «Семь красных линий». Смотрели? Я нет. Почему? Она очень забавная, небольшая, буквально до 10 минут. И там очень хорошо показано, там вот этот специалист по красным линиям. Ну, короче говоря, это видео очень любят программисты, потому что программисты всегда, когда общаются с заказчиками из бизнеса, они говорят, ну это невозможно сделать. Бизнес говорит, ну как это невозможно сделать, это же вообще просто, это же красные линии нарисовать, это же, вы же специалист, вы же можете заходить. И там очень хорошо показано, что люди, специалисты из разных областей, им очень сложно друг с другом коммуницировать, друг с другом общаться. То есть вот в том ролике, который я вам отправляла про «Семь красных линий», если надо, я могу еще раз отправить, там очень хорошо показано, что в той встрече не хватает как раз-таки аналитика. То есть человека, который мог бы перевести с языка бизнеса на язык вот этого специалиста по красным линиям. И когда вы общаетесь со специалистом из другой отрасли, например, дизайнером, то вам тоже надо уметь донести, почему вот то, что он хочет, сложно реализуемо и может быть и не нужно. Так? То есть, например, дизайнер может нарисовать, что у вас там какие-нибудь картинки, да, должны быть со скругленными краями, предположим. Ну, казалось бы, это в принципе можно реализовать, но вот смотрите, вот сейчас вы наверняка видите окошки, там много окошечек со мной и со своими коллегами, правильно? И там углы такие прямые. А теперь представьте, что у вас скругленные уголки должны быть не на каждом окошечке, не на каждой фотографии, а только с краю, с угла зоны, где фотографии. И, соответственно, какие-то фотографии будут с одним скругленным углом, а все остальные прямые. И дизайнер видит, что это красиво, что если вот так сделать, то будет красиво и приятно глазу. А программист говорит, ну это можно, конечно, сделать, но это потребует минимум неделю работы. Стоит ли вот эта красивость неделю работы с точки зрения финансов? Так? И поэтому вы, когда взаимодействуете, вы должны объяснять, почему это сложно реализуемо. Ну и, соответственно, пробовать слушать и других специалистов. Может быть, допустим, вот в этом споре дизайнера и программиста вполне вероятно стоит подключить проект менеджера, да, и чтобы он как руководитель, как человек или, допустим, бизнес-аналитика, чтобы проект менеджер или аналитик оценил, стоит ли вот эта красивость стоимости работы программиста. То есть то, что программист это может сделать, это можно сделать. В принципе, программист может сделать при достаточных усилиях довольно много, почти все. Но стоит ли это того? Потому что дизайнер будет считать, что стоит, программист будет считать, что не стоит, потому что ему лень это делать. И как раз-таки иногда лучше третьего человека подключить, чтобы он правильно оценил, это в приоритете или нет. Так, пока все понятно по членам команды? Да. Хорошо. Теперь по типу, если мы говорим уже не про вообще IT-команду, да, команду IT-проекта, а про разработчиков. Какие типы разработчиков у нас сейчас 5 минут в этой сессии, потом перейдем в следующую. Пока давайте порассуждаем, каких типов программистов вы знаете. Сейчас я остановлю. Ребят, вот есть программисты, да? Они же бывают разные, разные абсолютно. Вот какие типы вы сейчас можете вспомнить? UX, UI, разработчик, считается? Ну, это, видите, это скорее инструмент, да? Инструменты могут быть разные. А именно по типажу, да? Вот UX, UI для чего используется? Создание программы. Для создания каких программ? То есть программы же тоже делятся внутри себя на разные типы. Ну, версии. Айнур, вы напишите. Торихан, попробуйте сделать как бы next step, следующий шаг. Вот UX, UI, он для чего используется? Что пишется с помощью UX, UI? То есть можно, например, сказать, абаб-программист, 1С-программист. Но по типу деятельности они, в общем-то, одним и тем же занимаются. Просто они используют разные инструменты. То есть мы можем, например, сказать, ну, например, Ruby-программист, да? Или C-sharp-программист. Так? Это больше говорит о языке, об инструменте, которым он пользуется. А здесь больше речь о том, что он делает. Так, какие версии есть? Давайте сделаем так. Давайте сейчас остановим, закончим лекцию. В 10 начнем вторую и как раз порассуждаем, какие есть. А пока пауза, вы, пожалуйста, подумайте. Может быть, у вас в голове всплывет, вспомнится, какие типы программиста вы можете вспомнить. Именно по задачам. Не по инструменту, а по задачам, которыми он занимается. Хорошо? И мы в 10 часов еще раз с вами выйдем на связь и начнем с того, что вы попробуете из того, что вспомнили, еще раз озвучить. Хорошо? И мы потом разберем четко и подробно. Хорошо? Хорошо.